И твердую точку в нашем исследовании может поставить запрещенное в Израиле пророчество из 9 главы книги Даниила о времени его пришествия, первого пришествия Мессии. Пророчество гласит 77 определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и помазан был святой святых. И так знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище будут разрушены народом вождя. Итак, что такое 77? Это 77-летних циклов, это буквально 490 лет. Дата отчета этого срока указана предельно ясно, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Рассматривая это пророчество, нужно учитывать исторический контекст его написания. В 587 году до н.э. Вавилонский царь Навоходонос разрушает Иерусалим и уводит еврейский народ в плен. Начало отчета 77-мин ведется со времени выхода указа о восстановлении Иерусалима. Этот указ был подписан Артарксерксом Лангеманом в седьмой год своего правления, то есть в 457 году до н.э. Кстати, древние философы Плиний и Геродот также подтверждают эту дату. Итак, в 457 году до н.э. начинается 490 лет, отведенные евреям, чтобы приготовиться для встречи с Мессией Христом. Иерусалим был восстановлен спустя 49 лет с момента выхода указа. Это первые семь седьмин. Затем еще 62 седьмины, то есть еще 434 года. И мы приходим к 27 году н.э. Как вы думаете, что это за год? Это год крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Это год начала его служения. Но есть еще одна седьмина, о которой сказано в 27 стихе. И утвердит завет для многих одна седьмина. И в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И все так и вышло. Прошло 3,5 года служения Христа, и он был предан смерти через распятие. В момент его смерти разорвалась завеса во святая святых храма, ознаменовав конец системы жертвоприношения. Но израильскому народу было даровано еще 3,5 годов, в конце которых не принявшие Христа и его учения побивают Стефана камнями. И с этого момента весть о его спасении была направлена язычникам, то есть всему остальному миру. Тем самым пророчество сбывается во всех своих подробностях с невероятной точностью и в свое время.